Привет! Я прочитал твой комментарий, и давай обсудим эту тему немножечко детальнее. Посмотри, тема принудительной стерилизации действительно сложная и вызывает много эмоций и противоречий. Однако, важно здесь разобраться в фактах и контексте. Давай начнем с развитых стран. Итак, Швеция. Ты действительно прав. В Швеции действительно была программа по принудительной стерилизации. Длилась она с 34-го и по 76-й года. В рамках этой программы было стерилизовано около 63 тысяч человек. Представляете? Но это были не только дети, как ты пишешь, а люди разного возраста с умственными и физическими отклонениями. А также те, кого правительство посчитало социально непригодными. Как они считали, не знаю. Германия, особенно в период нацистского режима, с 33-го по 45-й проводила массовые стерилизации. Затронув тем самым около 400 тысяч человек. Эти меры касались людей, которые считали расово неполноценными. Или имели умственные и физические отклонения. Ну, сами понимаете, нацистская Германия – это что-то с чем-то. Во Франции программа стерилизации не была достаточно такой больших масштабов, как в Швеции или в Германии. Хотя некоторые идеи находили поддержку среди французских ученых и политиков на государственном уровне. Но они не были реализованы в больших масштабах. А теперь поговорим о развивающихся и не разных странах. Да, там тоже такое было. В Индии в середине 70-х годов была произведена масштабная кампания по контролю над рождаемостью. Она включала в себя принудительную стерилизацию миллионов людей. Представляешь, миллионов людей. В основном среди этих миллионов были мужчины. Это происходило в рамках чрезвычайного положения и вызвало огромное количество критики не только внутри страны, но и за ее пределами. В Китае, начиная с 79-го года, была введена политика одного ребенка. Эта политика включала строгие меры под контролю над рождаемостью. Такие, как принудительные аборты, стерилизация женщин после рождения первого ребенка и еще много-много-много всего. Эта политика продолжалась вплоть до 2015 года. Далее двигаемся в Перу в конце 90-х годов. Там проводилась огромная кампания по массовой стерилизации женщин. Главным образом, причем, эта стерилизация проходила среди коренного населения, среди перуанцев и бедных слоев общества. Около 300 тысяч женщин и 22 тысяч мужчин были стерилизованы в рамках этой программы. Двигаемся дальше. Узбекистан. В 2000-х годах также были сообщения о принудительной стерилизации женщин в рамках государственной программы по контролю над рождаемостью. Это вроде как строенно бывшего Советского Союза, да? Понимаешь? Да, ты еще упомянул, что лишь 1700 из подстрадавших получили компенсацию через суд. А в Швеции действительно были случаи, были суды, когда пострадавшие добивались компенсации от государства. Но вот точных данных, точного количества получивших компенсации нет. То есть это варьируется в зависимости от источника. Вы спросите, как так? Почему эти программы вообще были приняты? Эти программы, все эти программы проводились под благовидными предлогами. Улучшение генофонда и защиты общества. На самом деле это было чистейшей воды нарушение прав человека. Люди не знали и не могли сопротивляться, не могли изменить свою судьбу. Их лишали на самом деле просто права на будущее. Потому что они не соответствовали чем-то там критериям и стандартам нормальности. Теперь возникает вопрос. Помогли ли эти программы действительно улучшить состояние в этих странах? Стали ли общества более здоровыми, счастливыми, гармоничными благодаря вот этим варварским мерам? Или же это все просто пример того, как попытки улучшения могут обернуться настоящими трагедиями? Как считаете? Продолжение следует...